Привет, это Игорь Наумов. В эти выходные в музыкальном секонд-хенде я закончу рассказ про легендарную Хаузу Райзенсон и еще одна порция классных перебивок. Окончание истории такой перебивок поставлю в мишу Майшопа. Так, ой, зеленая фея. Вау, спасибо. Какая-то бурда зеленая. У тебя как называется? Лонг Айленд. О, ничего себе. Это с какой рыбкой у меня? С копченым? С копченым. И с чипсиками. Привет, чипсиками. Привет, доброго аппетита. Слушай, ну классная кухня здесь. Красиво. Ууу, весь большой. А что ты такой за мусс у тебя какой-то? Это карпаччо с каким-то муссом. Я попробую. Так, у меня копченый уголь. Не, Ален, это не уголь. Это другая рыба. Зачем они так сказали, да? Ты слышала уголь? Не уголь, по-другому. Палтус. Палтус. Да, что это палтус. Это палтус копченый. С чипсами. Я никогда не видел салат с чипсами. Но рыбки достаточно много. Ой, копченая вкусная. Так, карпаччо, креветки. Вот это очень вкусный коктейль. Называется зеленая фея. Такой сладенький, вкусный. Так, девчонки, ну это барчик, где мы поужинали. У меня было вкуснее. Очень вкусный копченый такой судак или что-то было. Угарь. А у девчонок был вообще трэш. Они съели карпаччо и какие-то креветки тоже старые. Здесь получаются автоматы, там ресторан. Но мы сидели вот в том ресторанчике, где более тихая обстановка. А здесь уже получается настоящая рулетка, там все дела. Всякие столы настоящие. У нас, кстати, в астенда тоже есть казино. Именно настоящее казино. Так что там можно выиграть. Вот в такую штуку я играла. Вообще нереально выиграть. Проиграла кучу денег и все. Ну видите, люди приезжают со всей России здесь поиграть. Так, ну что, мне сказали, здесь снимать нельзя. А я снимала. Снимать мне не разрешили. Сказали, что ни в коем случае я прошлась вот здесь. Ну там люди с картами сидели, видимо, поэтому снимать нельзя. Потому что вдруг я там кому-то солью какие у кого карты. Ну мало ли. В общем, ни в коем случае снимать нельзя. Я говорю, окей, окей, окей. Они говорят, удаляйте. Я говорю, окей, окей, окей. Мне понравился зеленый этот коктейль, как он называется? Зеленая фея. Я прям, это, приятный такой, с банановым каким-то кокосовым вкусом. Очень классный. То есть, ну казино очень дорого сделано. Прям денег не пожалели. И звезды приезжают сюда всегда, ну, разного формата. Так что тут, конечно, игорный бизнес, это очень большой по объемам денег большой бизнес. Тут такие красотки ходят просто вообще. Очень много бабусек, кстати. Я просто в шоке. Столько бабусечек вообще невероятно. Очень много старых женщин, пожилых. Пожилых. Рад! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Немножко в шоке, сколько бабусек играет здесь Просто половина аудитории это бабушки Бабушки и дедушки Я вот честно не могу понять, как это может быть Я такого никогда не видела Просто бабуски Очень такие прям взрослые Вот такая вот пенсия в России Девушки, если как вопрос принципиально Поднять средний Ладно, по всей семье они гордые Поднимаем, но делаем раз Делаем раз, говорю Где вы, где вы же А вы почему халкуете справа, где раз Я, я лишь тебе Спасибо Спасибо Доброе утро, мои дорогие Мы сегодня с вами завтракаем Одном из моих тоже любимых кафе в Калининграде Это называется ВДНХ кафе Сейчас мы с вами закажем вкусный завтрак Вкусный кофе Вот, посидим здесь побалдеем У них, кстати, появилась там террасочка Вот, ну не было мест свободных на террасе К сожалению Это прям рядом с парком Калинина Я его всегда называю Хотя теперь это центральный парк Это прям здесь рядом Ну вот центральный район Я все время на одном районе, девочки Я вот до площади максимум И это вот всегда Амалинау Наташенька, я у тебя в гостях Потрясающее место В театре еще не была А вот это место я люблю Нам, наверное, надоела моя еда Я ее все время снимаю Ну потому что в России все красиво Все эстетично Такие барчики уютные Классные, атмосферные Мне прям вот это место нравится Ну как? Как не снимать? В Бельгии у меня такой красоты нет Бельги не принесут вкусный флейт-вайт Черт и что Я не знаю, почему они не делают красиво Ну да Может в Брюсселе В Париже есть классные кафе Ну брюки может есть Вовсена, не знаю Не знаю Кафе Теперь берем Кафе Бельгий Ну что, мои дорогие, это был вкусный круассан, только он был с сыром плавленым, такой теплый круассанчик. Я не поняла, зачем они аджику принесли. Это такая не острая аджика, но она как-то к сыру с улугуни, наверное, шла. Но так как сейчас время, блин, часы забыла, сейчас время 12, но это, считайте, у меня такой первый завтрак, он же обед. Сейчас я допиваю свой кофеек, сейчас мне принесут, присчитайте мне, пожалуйста. И вот этот лимонад, тархун домашний, я возьму с собой, мне даже трубочку дали. Вот, мне надо как-то избавиться от льда. В общем, очень рекомендую, вот такой теплый круассан с кофе, можно утром, можно бранч себе такой сделать. Спасибо. У меня карточка. Наконец-то зашла в подиум, посмотрите, какая красота. Эх, были ножки стройные, можно было померить, но я сейчас померю очень красивое платье с очень красивыми босоножками. Решила померить вот такое платье, можно сказать, даже свадебное. Очень красивый, очень красивый кожаный ремень такой, сейчас минус 50% скидка на босоножки на платье, и получается наряд 106 тысяч. Смотрите, как красиво. Но все тут трещит на мне, потому что, ну, мне надо М-ку, а это С-ка. Ну, очень классное качество. Все, как я люблю такое шитье. Прям дорого-богато. Кстати, австралийский бренд. Сейчас покажу, как называется. Вот. Ну, как ходить непонятно, будет все время за это по полу молочиться на высоких. Ну что, кто меня замуж возьмет в таком платье? Ой, блин. Видите, и животик все-все-все обтянуло. Ну, С-ка, что вы хотите? Еле-еле эта юбочка внутренняя на мне натянулась. Смотрите, какая красивая, примерочная. Вот я такую штучку надеваю на лицо, чтобы не испачкать платье. И огромная комната. Просто рай для блогеров. Так, ну что, все. Снимаем красоту. Как вам такое? Ну, это только на какие-то светские рауты, выходы, на какие-то вечеринки, там, я не знаю, фестивали в каналах. Что-то такое прям. Супер-супер. Кстати, я без укладки. Сразу такая, блин, Трося Бурлакова. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Очень восемножки понравились. Ну, какие-то они не очень устойчивые. Вот так называется Бронкс Эн Бланка, Австралия. Ага. Вот, видите, почти 100 тысяч, несмотря на то, что это Китай. Ну, бренд австралийский. Полиэстер. Да, полиэстер, он чувствуется такой колючий. Эсочка. А мне надо Эмочку. Вообще, такой бренд ни разу не слышала, не видела. Ну, красивый, красивый, конечно. Дорого, богато. А куда в таком ходить? Вот куда? Да. Только раз в жизни можно на свадьбу. Большой размер. Ну, в меньшей. У меня ножка, вот эта вот резиночка не надевалась, потому что она короткая. И вот в меньший размер я ее не надевала. А вот они, видите, сразу эвакуатор, сразу ГАИ подъезжает, сразу машиночку цепляют. Вот она. Кому здесь мешает? Кому она мешает? Видите, двери заклеивают. И все. И вперед с песней. А вы потом машинку забираете, штраф платите. И они вместо того, чтобы там, блин, порядки на работе, на дороге наводить, они, блин, вот так вот машины цепляют. Вот тут вот по центру катаются. Сейчас прикол будет, если мою машину увезли. Ну, хотя я встала вроде бы нормально, вот так вот вдоль улицы. Ну, допустим, перед выездом нельзя во двор. А дворы вот так вот все заросло травой. И вы даже не знаете, что там двор. Как меня в прошлый раз забрали с этой улицы машину. Это за гостиницей Москва. Вот такой вот домик, такой вот, с так вот кустами все заросло. И ты фиг поймешь, что-то я вообще не знала, что там какой-либо есть этот выезд. Никому машина не мешала. Я выезд не загородила. Но от выезда еще должно быть вот столько места, сколько там по правилам. Ну, короче, несколько метров, может, метров шесть. Должно быть свободно, чтобы был маневр для какого-нибудь большого транспорта. И, конечно, если бы там транспорт не мог проехать, ну, мало ли, переезд у людей, там еще что-нибудь, тогда да. Это обычные. Ой, какие красивые. Сейчас нам соберут букет красивый. Все, пока. Ну, вот я купила такой букетик. Скромный, но красивый. Цветы каких-то безумных денег стоят в Калининграде. Ну, вот так я сама выбрала. Мне понравились вот эти хризантемы. Мне кажется, очень нежный подходит Ольге Семеновне. Вот такой вот красивый букетик. А мы с вами находимся вот здесь вот на парковке возле супермаркета Виктория. Там вот у нас, получается, рыбная деревня. Вот она перед нами. А вот башенка – это уже вот этот вот собор кафедральный. А это красиво еще. А это монстр стоит, пустой. Все никак не раздается. Посмотрите, какой вид красивый. Это рыбная деревня. Это собор. Собор Канта. Да. О, поплыли, поплыли. Турики. Туристы. А там даже храм видно вдалеке. На площади Которши. Угу, за гостиницей Калининград. Вот это видно, миллион. Наверное, ни у кого в городе такого вида нет. Очень красиво. Очень. Знаешь, сколько я, если эту квартиру куда-то немножко забрала. Только за вид, да. Повезло, повезло. У вас, да? Да, может. Дом утеплили. И это утеплили. Музыка улыбка еще. Ну, он катается. То есть зимой вам тут не холодно без газа? Нет, нет. Это батареи на 15-м. А что там у вас растет такое? Укроп и петрушка. Ага, дача. Это и огород. Огородик. Да, я смотрю, не развела, я думаю, я разведу. Ну что, био растет у вас тут. Пап, ты такой красивый был в молодости. Это я же с вами была тогда в Москве. Да, ты фотографировала. Это я и фотографировала, да. У нас с вами в других карточках тоже здесь не было. Тетя, тетя, а вы похожи на какую-то звезду американскую? На какую-то или певицу на какую-то? Ну, когда-то что-то может быть. Это вам где сколько, 37? Ну, вот 37 мне было, когда мы познакомились. Расписались мы, наверное, уже около 39 было. А папа тебе здесь сколько? А он на меня на 6 лет старше. Папа, что ты с подтяжками? Он равный фотографий. Да, что одна возьми. Не, вид шикарный, конечно. Я бы любовалась вам каждый день. Да, люблю. Получается, у вас был балкон, а вот сейчас вот такая лоджия. Ну, тоже хорошо. Это у вас со спальни получается такой вид, да? Ты можешь вот так вот заснять, вот так туда и вот так вот возьми. Ольга Семеновна, а ваша в спальне такой же вид? Да, да, иди посмотри. А шума нет? Ты возьмешь туда просто. А в шуме какого-то. Что там за куколка у вас? Она у меня давно, много лет уже. Я любила эти куклы. Слоники. Ну, здесь тоже можно. Давайте. А, классно. Просто здесь, смотри, ты можешь вот туда еще взять. Ой, слушай, такой широкий, да? Ну, вообще супер. Это можно выращивать. Смотри, даже. И вот эти домики все красиво сделали, да? Такими вот, как под европейские такие. А что это? Раньше у них плоские, да, были просто крыши? Ну, такие. Очень вкусно пахнет. У нас здесь магазин есть в этом. Потрясающе. В хоме, да? А бутылочки не осталось у вас? Бутылочка. Пахнет потрясающе. Не описано, но знаешь? Давай, я еще раз сниму. Мне так запах понравился. Но болтылочка не оригинальная, да? Нет, нет, нет. Вот бутылочка. Понимаешь, там была бутылочка простая, а на ней была этикетка. Угу. Так, сейчас он сделает шикарный петик. Вика, а вот посмотрите мои бровки. Вот у меня вот такой уже выцвевший этот на бровях цвет. Вот что с ними делать? Вот они такие уже серо какие-то. Задержалась. Да. Вот сейчас, которые делают брови, осторожно вырубите. А, нет, ничего. Вот сейчас, которые делают, сейчас делаются все длины на пылинии. Линия, оно очень слабое на пылинии. Оно даже не задержалось. Оно держится. Оно держится. Оно надо обновлять раз в два года. Вот. Если его не обновлять, оно тоже со временем уйдет в серый осадок. А что делать? Ну, нужно почистить лазером. Несколько раз? Несколько раз. А потом перекрывать. А, это больно? Лазер? Нет. Нет. А у вас нет лазера? У меня есть девочка и подружка, она делает. Дорого? О, да. Нет. Копейки. Ну, это надо сделать несколько раз. Черный серый цвет под руку никак. Все остальное, чтобы... А если вот мы, допустим, по верху пройдем все грязь? Это будет грязь. Мне несложно, я могу пройтись. Я понимаю. Это будет стоить денег. Что ж такое летний цвет? Это мой любимый магазин Lora Gold. Тут вот смотрю, в изделии. Ну, это тут серебро. Много янтаря у них появилось. По-моему, в Балтии, мол, у них не было. Ой, какое красное золото. Вообще, как из восьмидесятых. А это вообще бабушка мне такое носила. Помните, модельки такие? Зачем они делают? Кто их покупает? Так, ну что, девчонки, вот эти сережки у меня из этого магазина Lora Gold. У них сейчас скидочки хорошие. Вот, видите, они открыли новый магазин в городе. Потому что тот был за городом. В Балтии, мол, это, короче, на выезде. А сейчас, видите, в городе у них магазин есть. Ну, вообще, барин-татаринцы вообще, да? Барские. А вот эти, смотрите, какие с пантерами. Короче, Lora Gold я очень люблю. Так, я пришла купить себе утюг. Я же не могу все время в мятой одежде ходить. Меня уже хейтеры ругают. И не хейтеры, все меня ругают, что я мятая. Ну, что я сделала? Нет утюга, девочки. Смотрите, вот такой есть прикольный утюжок зелененький. 1600. А это 1200. Тихо, не падай. Но есть вот такой дореволюционный, смотрите, 3500. Отпариватель. Вот. Ну, он какой-то весь по шар панели. Я сейчас, может, его куплю. Но дело в том, что он выглядит, как будто его до революции сделали. Посмотрите. Ну, как такое может быть? Сейчас я жду парня. Вот такой еще есть, Филлипс. Вот такой еще есть, да? А вот этот мощнее, наверное, да? На тысячу дороже. Ну, он прям убитый этот. Смотрите, поцарапин. А может, это пленка сверху или нет? Нет, это просто такой. Да его бросают тут все подряд. Этот, конечно, помощнее, мне кажется. А, нет, понятно, все Китай. А как называется марка? Айна. Я такой просто не знала. Но он помощнее. Смотрите, сколько воды входит в него. Побольше, да. Очень стильный. Да, 4200. И он не зацарапанный, смотрите. Да, он в пленочке стильный такой. Мне вот отпариватель нужен. А дома два утюга? Зачем мне третий? А, вот здесь туристическая зона теперь. Раньше здесь была улица профессора Баранова. Здесь был рынок. Вот там были всякие ряды страшнючие. Там всякие были менялы стояли. В общем, была такая помойка. Страшный рынок был. С рядами, знаете, вот это мерить на дощечке. В этих закутках каких-то там, вагончиках. В общем, был трэш-трэш. А сейчас тут сделали супер такую вот туристическую зону. Вот здесь музей. Нет, это не музей Интаря. Это форт какой-то немецкий, сохранившийся. Очень красиво. Музей Интаря чуть подальше. Вот видите, гостиница Меркюр. Меркюрчик. Сейчас Меркюрчик ушел из России. Сейчас будут, наверное, переименовать. Переименовывать. Вот это тоже красивое немецкое здание. Мрачноватое такое. Но я заметила, во всем городе всем немецким домам поменяли крыши. Абсолютно всем. Ну, там здание под снос стоит немецкое. Я думаю, под снос. Видно, что не живут люди. В общем, здесь у нас верхнее озеро. Мы его не видим. Вот оно там есть. Вот за этим стеклянным кубом. А это вот такой вот форт. Такая вот крепость. Не знаю, там, наверное, что-то какое-то заведение уже сделали. Башня вот такая. Давайте подойдем. Башня. Врангеля называется. Ну, я думаю, что там нужно сделать музей какой-нибудь. Похожее вот такое сооружение есть чуть-чуть подальше вот там за озером. Оно называется Музей Интаря. Кстати, ни разу там не было. Но это как обычно. Ты живешь в туристическом городе. Ты не ходишь по этим музеям обычно. А турики? Турики везде. Ну, и вот эта улица пошла к площади. Она вот длинная-длинная такая вот улица, где много магазинчиков, кафе. Ну, это такая туристическая зона. Вот. А это вот такая вот большое вот такое здание. Смотрите, как раньше строили. Какие толстенные стены были, да? Ой, какая помойка. Боже мой, люди. Ну, зачем вот так? Ну, что сложно дойти до мусорки? Ну, ребята. Вот такой вот красивый исторический объект. Вот. Не трогают его. Ну, и оно стоять будет и стоять. Мне кажется. Ну, что, сижу. Чуть с телефона не упал. Сижу. Меня взвесили. 65. Ну, 65 я сегодня пила воду и завтракала. Так что, да, я думаю, что 64,5 я вешу. Вот. Ну, что, это хороший результат. Я думала, что я, поедая тортики, я, конечно, здесь набрала. Нет? Нормально. Нормально. Все хорошо. Потихоньку плавно вес уходит. То, что надо. Ну, что, мне сделали вот такое моделирование на вот такой машине. LPG. Я прям пищала от боли в некоторых местах. Но мне сразу стали с четверки делать, а руки на двойке. Потому что вот внешняя часть руки, она не чувствуется. Ну, нормально, терпимо. А вот внутреннее, это вот здесь. Оно, конечно, вот так вот. Вот, что у нее есть какое-то жилье. Квартирка какая-то, да? У нее что-то есть. Вот они хотят буратину найти богатого, чтобы ее взяли, понимаешь? Она что, великая красавица? Да никакая. Вот с претензиями еще с такими. Ну, а их хитрый. Какой дождливый Калининград. Тоже красиво. Я знаю, что прям через окно было с дождем. Да, такие капли красивые. Я сейчас и без дождя. Ой, туристам не повезло-то в такую погоду приехать. Ну, что делать? У природы нет плохой погоды. Так, девчонки, мы находимся в пабе. Паб называется Лондон. Тут футбик иногда смотрят. Посмотрите, какой мне подарили классный, красивый, нежнейший букет. Это очень приятно. Наконец-то. Вы посмотрите, тут розы. Ой, 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 класс. А я пью, кстати, грушевый сидор. У меня был салат с грушей и сыром, и авокадо, но он ничего не зашел. А вот строганинка ничего, так, прикольно. Такой свет тут ужасный. Хотела вам показаться. Я сегодня в красном платье. Как вы просили, я его взяла. Это Заровское платье, вот такое красное. Леди ин Ред, девчонки, Леди ин Ред. Ну что, пока музыки нет, немножко поснимаю. Это паб Лондон, но вот это внизу подвале такой клуб, где проходят концерты. Сейчас, пока музыки нет, немножко поснимаю. Видите, мы заказали столик нам у сцены. Мне никто не позвонил, столик отдали, нам хотя бы вот этот дали столик. Столики стоят 4 тысячи рублей. Ну вот так вот. Сейчас будет концерт через полчаса. Пока все общаются, хоть поговорим. Вискаречек, вискарек. Вкусняшка. Вкусняшка. Очень нутный концерт, поэтому надо пить виски с голой. С девчонками вискарик пьем. Сейчас нам мяско принесут. Сейчас заснем. Сейчас заснем. Сейчас заснем. Это 7. А я тебе на тысячи рублей сейчас. Сколько? Семь-пусто? Вот вискарика мы попили. Что там еще надо? Посчитай. Подожди, 3. На чай, на чай. Надо 3, 2, 3. Слушайте, ну что, мы приехали на косу. Подожди, сейчас чуть-чуть, сниму кусочек. Это коса, девочки. Это пляж. А это... А это нас блогер. Так, ну что, это лесное же, да? Да. Но в лесном? Да. Лесное. Отель Маяковский. Ну посмотрите, какая красота. Какая морская. Люди купаются. Сумасшедшие. Ну, в принципе, волны не сильные. И там тоже купаются. Там тоже купаются. Ну, красота, да. И воздух лазанок. Сегодня море очень красивого цвета. И запах на косе просто потрясный. Мы идем в Маяковский. Ботыльчик, вот туда наверх. Так, сейчас мы поднимемся наверх. Ну, так неплохо здесь можно поваляться. В принципе, от ветра спрятаться, да? Вот эти шторки закрываешь. Но они в 3 тысячи. Да? Надень. Одна кабинка, да? Да. О, тоже классно. Давайте здесь посидим. Вот он, гостиница Маяковский. 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 Водичка, не знаю, теплая, не теплая. Там вот сейчас мы идем туда, в ресторанчик. Потому что меню на пляже только пицца и вот всякие пасты. А мы хотим строганин. Горячая? Теплая водичка? Она, значит, с подогревом. Видите, какой-то сруб деревянный. Тут и ветра нет, кстати. Как тут офигенно. Посмотрите, какая тут ухоженная территория. Вот такие отдельные домики. Пахнет, природа просто фантастик. Тут еще один бассейн. Там еще один ресторан. Офигенно. Это все гостиница Маяковский. То есть у них разные всякие вот эти корпуса. Большую территорию они здесь все скупили. И у них вот так вот получается очень красиво. Еще один бассейн. Мы один с вами видели. Тут еще один. То есть вот так вот подальше немножко от моря. Море вот там, вот за этими деревьями. И вот такие новые корпусы они построили. Посмотрите, как красиво. Такая ухоженная территория. Тут еще один бассейн. Детский, взрослый. Я так думаю, что там еще какие-то нараспай есть у них штуки. И еще один ресторан. Мои ребятки идут классные. Посмотрите, как классно. Я просто смотрю на эту картинку и думаю, боже мой, неужели это матушка Россия? Такая красота. Цены не сильно дорогие. По-моему, мы знакомились с женщиной. Она просто влюбилась в это место и сказала, что тут 7 тысяч в сутки стоили. Ну, как бы вообще, вообще недорого. Учитывая, что вы находитесь в заповеднике. Куршская коса – это воздух, который можно есть. Офигенно. Картинка просто вообще бомба. У вас весь парк отель Маяковский, да? Угу. Там отель не отеля, а ресторан сам Маяковский. Заказала рыбку. Салатик с копченой скумбрией. И пивас местный. Лесной какой-то. Тёмный лес называется. Сейчас будет вкусно. И, кстати, здесь вообще нет ветра. Посмотрите, какая классная территория. Просто вот. Вы можете поверить, что это Россия? Нет. Мне кажется, что это какая-то Австрия, Германия. Посмотрите, что это за сутки. 25 тысяч. Да, и от двухсоток стоим. Вот этот один номер. Ну, это бунгало, типа, да? Как домик такой. Одна часть, да, вторая. Слушай, ну лучше здесь 25 заплатить. Ну, какой с едой? Да, в ресторане. Что входит? Ну, так лучше здесь 25 заплатим, чем в Паласе 25. Что ты округляешь глазами? Нет, нет, я поняла. Но тогда мой миражник. Хочу поснимать ещё внутри этот ресторан. Он очень классный. Заказала себе скумбрию. Алёна взяла себе строганину из Пеламиды. Смотрите, какая красота, мороженка. И сейчас я вам покажу, 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 покажу. Народа здесь вообще нет. Все сидят у моря. Вот такой вот ресторанчик. Здрасте. Как красиво у вас. Вы себе можете представить, что это просто Калининград? Это даже не Калининград, это лес. Калининградский лес. Заповедник. Курская коса. Вот здесь у них, видимо, завтраки. И вот показывают, видимо, на экране, какие номера. Я думаю, что это вот эти VIP-домики. Потому что вот только-только свежак. Свежак этого всего ещё не было. И посмотрите, там ещё какая детская комната. Там кто-то играется. То есть там какие-то, ну, люди работают, детей развлекают. Кто-то вот там сидит. Так быстро приготовили. Большое спасибо. Посмотри, как красиво. Это же людей мало. Ань, ты что заказала? Да. С карганином. Я жду. С карганином, да? Можно отводить драник с ним? Да. Шикарный. Так, ну там бургер, а это драник. Драник с чем он? С мясом. Будем знать в следующий раз. Как здесь классно пахнет. Мы сейчас приехали к нашим знакомым на турбазу. Они здесь отдыхают. Сейчас я вам покажу турбазу, которая стоит 7 тысяч в сутки. Домик. Домик вот такой вот с беседками. Сейчас-сейчас мы с вами выйдем. Я с вами прогуляюсь, пока там девчонки мартини пьют. Я за рулём. Вот этот мох, он наш как ковролин мястей. То есть, вот здесь такие вот домики. У каждой семьи свой такой вот маленький домик с балкончиком. Вот там, вот там, за этим лесом, там у нас получается залив. Мы сейчас, может быть, туда прогуляемся. И вот, и кафешка здесь, ресторанчик. Вот. Смотрите, как классно. Тут вот эта вся хвоя даёт такой воздух невероятный. От клещей здесь всё обрабатывается, насколько я понимаю. Это такой считается, как, ну, называется дом рыболова. Турбаза называется. И получается, что это такой ещё более-менее реальный вариант, который можно снять. Вот эти вот люксовые варианты, которые сейчас вам показывала. Там по 25, и там достаточно сложно что-то подснять. Вот, видите, тут таверна, можно что-то покушать. Но минус этих номеров, здесь нет кухни. Здесь нет совсем никакой кухни. Вот такая вот красота. Вон, девчонки, там палатки, беседки сидят. Ну, вполне себе прилично. Ну, вот тут парковочка, машинку бросаете и вперёд. Вот так вот.